Приветствую, Роман Светан, лучший военный эксперт Украины, мой собеседник, Роман Григорьевич, рад вас приветствовать. Приветствую, желаю всем здоровья. Дякую, традиционно на початку, я подякую силам обороны Украины, за то, что у нас есть возможность работать с эфиром. Дякую, щиро. Начнем с интересных новостей. Наши в Крыму, в ГУР, заинтриговали кадрами Крымского моста. Да, выложили видео, Крымский мост и подписали «Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция». Точка продолжения следует. Конец цитаты. Вот так подписали видео в ГУР Министерства обороны Украины. Роман Григорьевич, ждать приятных новостей. Ну, как минимум, приятно уже гуровцам, которые побывали рядом с Керченским мостом. Они подышали крымским воздухом, увидели моря и Черная, и Азовская одновременно. Потому за них можно порадоваться. А по поводу новостей лучше бы было вообще наоборот. Лучше бы они ничего не показывали, а сделали. А потом бы рассказали, как они это сделали. Либо предложили какой-то механизм. Но в качестве ИПСО, а так как у ГУРа еще одно из направлений есть, это информационно-психологические спецоперации, этим занимается ИПСО, занимается разведка. В качестве ИПСО давление на россиян, на российские спецслужбы, на российских, непонятно как, попавших в Крым граждан, в наш украинский Крым, на нарушителей, как минимум, нашего законодательства без прохождения таможенных и пограничных определенных моментов. То есть на это давить надо однозначно. И чем больше, тем лучше. Потому как минимум можно поздравить наших ребят из ГУРа с хорошо проведенной информационно-психологической спецоперацией. А это отлично, это можно сразу ставить отлично и вешать очередную соплю на грудь в качестве какой-нибудь медальки тем людям, которые отвечали за это дело. А вот выполнение задач по уничтожению Керченского моста, это уже намного серьезнее дело. Это не видосики снимать, это серьезно, подход должен быть. Ну и скорее всего это все-таки будет уже не то, как раньше выполняли задачи службы безопасности. То есть с помощью, они сначала машину вопрос решили с машиной, то есть вывели из строя, потом с БЭКом, безэкипажным катером. А сейчас остался единственный, скорее всего, механизм, это только с помощью ракет. То есть дальних средств поражения можно вывести из строя Керченский мост. Других вариантов практически нет. То есть даже со всем уважением к разведгруппам нашим, к разведсообществу, россияне перекрыли все механизмы выхода на Керченский мост каким-то другим путем, кроме захода с воздуха. Потому не разведка сухопутная будет рулить, а авиация, это я как летчик говорю. То есть сейчас уже только за нами осталось этот механизм. Авиация решит этот вопрос с помощью ракет уровня примерно тех же скалпов. Мы выделили как скалпы, заходили рядом с Керченским мостом по Керченскому судостроительному, когда отминусовывали аскольд, малый ракетный корабль. Кстати, до сих пор непонятно, чего бы не навернуть было по Керченскому мосту. Там несколько километров. Будем считать, что это комплексная информационная кампания. Но вдруг это еще и анонс. И мы через несколько дней увидим еще и добрые новости оттуда. К теме, наверное, сегодняшней, главной теме сегодняшней, это встреча в режиме Рамштайн. Союзники Украины встретились сегодня. В центре внимания усиление украинской противовоздушной обороны и помощи войскам на фронте. Встреча в онлайн-формате началась в 15.00 по Киеву. Переговоры с участием министров обороны около 50 стран открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он рассказал о недавнем визите в Киев, встречах с руководством страны и военными. Нынешняя встреча имеет большую повестку, в частности, что касается прогресса в создании коалиции по наземным средствам противовоздушной обороны. Рассказал также о том, что больше 80 миллиардов уже было передано Украине в виде военной помощи. Прекрасно, мы благодарны за эту помощь и будем благодарны еще за дополнительную помощь. Что нам сейчас остро необходимо, что стоит вот в этом красном листе, то, что нужно нам передать максимально быстро? Вот поездка Ллойда Остина, вообще его поведение, риторика, которую он сейчас ведет, ну она как бальзам на душу украинскую сейчас идет. И я бы таким первым пунктом поставил предложение Ллойду Остину выставить свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки. Вот представьте себе, Ллойд Остин, кандидат в президенты, верховные главнокомандующие, кандидат в верховные главнокомандующие одного из серьезных государств в мире, практически такого серьезного полицейского. И рядом, допустим, Байден с одной стороны, а Трамп с другой. Вот представьте себе эту картину. Такие три богатыря, только богатырь по центру, а рядом два дедушки постояли. И хотя они там не сильно, кстати, в возрасте отличаются, но тем не менее. То есть вот из этих трех кандидатур, ну однозначно за Ллойда Остина проголосовало бы очень много бы населения. И не только Соединенных Штатов, понимая, что все-таки США, это один из таких полицейских, правильных, грамотных, демократических полицейских в мире. Поэтому Ллойду Остину надо как минимум это предложить. Ну и понимание его процессов военных, тем более как верховного главнокомандующего, то есть в конце концов президент, он также выполняет эту задачу, в том числе и в Соединенных Штатах, намного бы правильнее и грамотнее, грамотнее бы и органичнее бы смотрелся именно Ллойд Остин при выполнении задач верховного главнокомандующего в Соединенных Штатах, особенно на пороге, я бы так сказал, уже увеличения интенсивности этой новой мировой войны, которая идет с 2008 года, после вторжения россиян в Грузию. А то, что от Ллойда Остина мы услышали реальные положительные моменты, ну, во-первых, поддержка, поддержка того, что сам министр обороны Соединенных Штатов появился у нас в Киеве, пусть видосики наснимал, пусть там поручкался с нашими военно-политическим руководством, но он однозначно что-то привез, привез какие-то, мягко скажем, такие подарки, которые точно понравятся нашим вооруженным силам, ну, и снял информацию с потребностей вооруженных сил Украины, которую потом донес, вот сегодня уже начинает доносить до всех участников Рамштайна. А больше 50 государств нам помогают, Соединенные Штаты, понятно, во главе модерируют эту помощь, в чем это видно, понятно, даже просев по некоторым позициям, которые нам передавали Соединенные Штаты, вот очередной пакет всего лишь там 100 миллионов вроде как, но тут же поднимаются пакеты по другим нашим партнерам, за миллиард показывает та же Германия, сотни миллионов показывают другие страны, там Норвегия, Великобритания, я думаю, европейские, центральные европейские страны за ними успеют, потому нас никто не бросает, нас поддерживают, видение есть, понимание процессов есть, задачи понятны, и даже тот же Лой Тостин четко расписал по поводу дальнейшего движения, то есть продолжаем наступательные действия, они сейчас видны, осталось два таких направления, одно из них стратегическое, одно второстепенное, который из них это уже выберет генерал Залужный, ему в этом смысле виднее, ну а после того, как его поддержал министр обороны Соединенных Штатов, тем более еще и приезжал Эписториус, министр обороны Германии перед сегодняшним Рамштайном, это серьезная поддержка и нашего военного, нашего политического руководства, то есть, ну и поддержка вооруженных сил Украины и всех украинцев. Вот о коалиции ПВО, о которой мы говорили сегодня на Рамштайне, это безусловно важно и очень нужно для Украины, особенно в свете вот массированных ракетных обстрелов, которые мы ожидаем, наверное, в ближайшем времени, поскольку температурный режим уже на следующей неделе в Украине ночью показывает минус 9, минус 10, минус 11, в зависимости от региона и в зависимости от того, кто показывает. Но в целом мы понимаем, что ракетные обстрелы будут. На ваш взгляд, Роман Григорьевич, не поздно ли, мы сейчас говорим, не мы, а наши западные партнеры поднимают вопрос, что нужно еще и еще и еще передавать Украине ПВО, поскольку, ну, конечно, через неделю они так быстро нам его не поставят? Ну, исходя из того, что у Путина душонка такого мальчиша-плохиша, он, скорее всего, если атаки какие-то, так сказать, сподобится организовать, они будут ближе к Новому году. Ему надо обязательно испортить кому-то праздник. То есть, допустим... Ну, конечно, конечно. Оно ж с лица читается, у него на лице все написано. Любой психолог с лица прочитает, и диамоторика там вообще конченое создание в этом смысле. Потому... Ну, прочитать его легко. То есть, я так думаю, все-таки ближе к Новому году вот такую какую-то пакость он однозначно совершит. А то, что поднимается вопрос о коалициях ПВОшных, надо понимать то, что помимо зенитно-ракетных комплексов, как таковых, пусковых установок, радаров, там, допустим, систем управления, нам же еще нужны ракеты. То есть, противоракеты. Они дорогие. Не так дорогой комплекс, как и те используемые ракеты, которые в процессе работы этого комплекса тратятся. А это расходник. А они очень дорогие. То есть, и вот эта коалиция нам намного важна сейчас. Нам... Мы должны четко понимать, сколько у нас есть ракет. У нас должно быть ракет, ну, больше, чем у россиян, раза в два, если у них, допустим, сейчас 800 ракет уже в готовности, пусть в НЗ, пусть на складах. То у нас должно быть хотя бы полторы тысячи ракет, противоракет, для того, чтобы, ну, хотя бы один к двум, а лучше один к трех, то есть до двух тысяч ракет этих, вернее, противоракет у нас должно быть. Помимо того, что мы еще сбиваем и шахеды, и много чего еще летающего, ненужного в нашем небе. То есть, это, наверное, скорее всего, больше коалиция как таковая. Вот именно такая. Кто-то может дать денег для закупки, кто-то может произвести, кто-то может поделиться своими запасами, закупленными раньше. Ракеты же, они универсальные. Та же, допустим, тот же НАСАМС использует ракеты АМ-120, стандартные ракеты, которые используются и истребителями, и теми же НАСАМСами наземными комплексами. Айристы, это ракеты, Айристы СЛМ комплексы, это же Айристы ракеты, которых тоже очень много есть по разным странам, на складах лежат, их можно просто собрать, поставить нам, и мы будем, ну, с довольно-таки серьезным запасом. Астер-30, это ракета, которая используется в СМТ, а это уже серьезная машина, которая еще перехватывает баллистику. То есть вот таких моментов много, их надо собирать, для чего Рамстан это и проводится. Поэтому, я так понимаю, раз поставлена задача такого уровня, значит, мы уж точно не останемся без ракет. Ну, а если еще добавят зенитно-ракетных комплексов, ну, а то однозначно большое спасибо. Кстати, про возраст Трампа, Остина и Байдена вы сказали, я быстренько загуглил и забыл сказать, к сожалению, вот видите, дорога ложка к обеду, что называется. В общем, я посмотрел, Байден отпраздновал вот недавно на днях, 81 год, ему исполнился, Трампу 77, Ллойду Остину 70 ровно. То есть как бы разлет есть. Разлет есть, да, 10 лет это все-таки показатель, особенно в таком возрасте. Ну, дело не в возрасте, дело в том, как человек себя чувствует, может ли выполнять свои задачи. Это же у меня сарказм, естественно. То есть это с любовью, так сказать, к этому возрасту. Мне тоже 60, потому недалеко. Ну, извините, 81,60 это вообще даже не рядом. Так, а по поводу противоракет я хотел вас спросить на примере Израиля, поскольку вы верно подметили, что это достаточно недешевое удовольствие сбивать каждую ракету. Понятное дело, что там миллион долларов летит на нас, там если это баллистика, да, или крылатая, ну и сбивать ее тоже там не из рогатки надо. Ну, информация, которую поделили средства СМИ, накануне Израиль использовал лазерную систему противовоздушной обороны Iron Beam, железный луч, для перехвата ракет в секторе Газа, за несколько лет до того, как ее планировали внедрить. Якобы ее должны были внедрить в 2025 году, а использовали уже сейчас. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на армейского корреспондента израильского канала. А израильские военные не комментируют эту информацию. И даже я слышал вот от некоторых экспертов опровержение, но опять же, не от военных израильских, а от экспертов, которые говорили, что это не соответствует действительности. По вашей информации, может ли соответствовать действительности то, что Израиль уже использует лазерное оружие для перехвата ракет? Скажу зрителям, что из открытых источников якобы этот выстрел лазером не стоит практически ничего, доллар-два. То есть сила импульса оценивается в силу заряда, который используют. Ну, давно, по крайней мере, эта идея, давно еще, наверное, с гиперболоида инженера Гарина, да, с той фантастики она висит в воздухе, и использования лучей, и лазерных в том числе. Лазер очень сложно сфокусировать, особенно на цели сопроводить ее. Очень сложная система фокусировки. Сама, может быть, использование электроэнергии стоит и доллар-два в импульсе, но подготовка и разработка этой системы стоит миллиарда, то и десятки миллиардов долларов. Реально это та, которая бы работала. Вот израильтяне давно занимаются этой системой. Не удивлюсь, что они использовали ее, в том числе и против ракет хамасовских, использовали в тестовом режиме или в режиме доводки. Иногда от начала проектирования и до выпуска серийных производств годы проходят. Причем их лучше как раз использовать в боевых условиях. Потому могли однозначно, были несколько публикаций, что у них уже на выходе есть это оружие. Могли они в тестовом режиме, почему не всегда докладывают об использовании, пока еще в тестовом режиме, а не в боевом, так называемом. То есть лазер еще мог не стать на боевое дежурство, не отвечать. Вот так, тестовый режим это один режим, а когда на боевое дежурство становится, то он отвечает за выполнение боевых задач. То есть скорее всего не в боевом режиме, не становясь на боевое дежурство, этот лазер использовался. Его видно, его нельзя не заметить. Ну а ракеты, надо просто понимать, все-таки пока та мощность лазера и система фокусировки луча на цели, она может сбивать небольшие цели, или по крайней мере не сбивать, а уничтожать имеется в виду, доводить до разрушения. Небольшие цели уровня тех же ракет, тех Касамов, которые используют хамасовцы или использовали хамасовцы. Чем хорош в этом смысле луч, у него скорость, если так говорить на артиллерийский манер, скорострельность большая. Ну то есть он может сразу уничтожать очень много целей со скоростью, там чуть ли не со скоростью света, с такой скоростью переключаясь с одной цели на другую. То есть рой ракет, рой, допустим, РСЗО, мин, снарядов, то есть выстрел, одновременный выстрел нескольких батарей, он может перехватить в воздухе. Но это не серьезные ракеты, не в небольшой дальности, то есть это на высоте, может быть, нескольких сот метров, не более, то есть это не 10-15 километров. Такие, в конце концов, создадут и такие лазеры, которые достанут в том числе и туда. Но дело в том, что фокусировка лазера очень сложна, чем дальше, тем хуже от точки инициации. То есть очень сложный процесс, и по дальности это будет самая основная проблема, как сфокусировать лазер в воздушном пространстве. Это одно дело в космосе фокусировать, там проблем нет. А здесь за счет перемещения воздуха и искривления в каждой капельке влаги в воздухе, которая растворена, большие проблемы. Поэтому надеемся, конечно, однозначно, такое движение, оно похвально, и в принципе мы бы тоже могли как-то участвовать в этом процессе. Да, хочется верить, что у Израиля могут быть такие разработки, тем более, что вот Израиль не так давно впервые в истории сбил баллистическую ракету за пределами земной атмосферы. Да, это было не лазером, это своя система, вот это ЭРУ, но в принципе, можно сказать, что израильтяне так вот впереди планеты всей, сейчас в противоракетной обороне, они давно... Немножко не так, я вас поправлю, если позволите. Да, это ЭРУ-3, стрела А3, так называемая, это разработки американо-израильские, ХЕЦ она называется в Израиле, ХЕЦ-3, это довольно-таки серьезный комплекс, тот, который разработали в паре и американцы, и израильтяне, это как раз согласно вот этого договора, который у них заключен. Там есть один из пунктов, совместные разработки, потому это их такая общая тема. У американцев есть серьезный комплекс, серьезные ХЕЦа, ТААД, он берет до 200 километров по высоте, ну, да, он, конечно, очень дорого стоит, ракеты очень дорогие, но, по крайней мере, он может сбивать даже спутники на низкой орбите, то есть и это не могут ТААДом сносить. ХЕЦ тоже может, в принципе, там заявленная высота до 100-150 километров, но до ТААД, он точно не дотянет, ну, а за 100 километров вот сбили ракету Йеменскую, а это уже заатмосферное, получается, уничтожение, это уже уничтожение в космосе, можно сказать, что это один из вариантов уже войны в космосе, космических войн. 100 километров считается как раз толщина атмосферы, которая имеет в виду как атмосферу, а за 100 километров это уже космос начинается. Там, кстати, тоже и ХЕЦ может сбивать на низкой орбите некоторые спутники, которые ходят на высотах 100-150 километров. Ну, а то, что израильские военные не комментируют сбитие лазером ракеты, еще ничего не означает, что мы помним слова, которые приписывает Голди Мэйр, что у Израиля нет ядерного оружия, но если надо, мы его применим. Роман Григорьевич, о ситуации на фронте хочу вас расспросить вот на сегодня, 22 ноября, что происходит на украинском фронте? Очень сильно, ну, как мы с вами и говорили, в принципе, это все ожидаемо, планируемо. На начало ливневых и дождевой погоды около нулевой фронтов, которые сейчас начинают проходить, уменьшило активность работы, в принципе, обоих сторон, и нашей, и российской. Причем, при прохождении фронта по некоторым направлениям даже до нуля. То есть, они уменьшили, вернее, не уменьшили, полностью прекратили боевые действия по некоторым направлениям. Хотя, вот сегодня фронт уже сошел, фронт прошел, там создалась некоторая проблема у россиян на Черном и Азовском морях за счет штормов. Вот как раз день, помните, не было шахедов. То есть, это как раз фронт проходил, штормы не дали запустить шахеды, но сейчас уже восстанавливается. Хотя, не в больших, то есть, не в два, там, три раза не полное восстановление, процентов на 30, они действительно есть информация о том, что увеличили количество боевых столкновений по линии фронта. В основном, это направление, вот сейчас, такие, несколько горячих точек, это Марьенко, Авдеевка, там где-то в среднем, 10-15 атак в сутки происходит, в основном, за счет живой силы, хотя сегодня на Авдеевку потянули еще и колонны техники. Мы их отминусовали, она все-таки на этом грунте, который размок, она довольно-таки неповоротливая, пока еще ее не засасывает, но, по крайней мере, уже начало этих проблем осенних. Направление в районе Купенска, Бахмут у нас, тоже горячая, горячая точка, там, где россияне пытаются наступать, ну, и не наступать, а как-то в режиме активной обороны восстанавливать свои позиции. И район Временского выступа, его там уже нет давно, но там в районе того же Старомайорского, они как-то пытаются, Новодонецкого, пытаются там как-то двигаться, занять те высоты, с которых мы их выбили перед зимой, то есть перед уже базированием как таковым. Это то, что касается Восточного фронта, там движение есть, но пока вот за счет уже худшей погоды, ухудшись все погоды, там это все тухнет потихоньку. У нас движение в двух точках наше такое реальное, это район направления Токмака, там сейчас, я так думаю, где-то пока не успокоится в Авдеевке, не устаканится ситуация, пока в основном, а так как это один фронт и один ответственный командующий, генерал Тарнавский отвечает за это направление, Таврия, и район Токмака, и район Авдеевки, то скорее всего за счет определенного переброски оперативных резервов с одного района в другой сейчас идет стабилизация фронта в районе Авдеевки, пока они там не успокоятся, район того же Токмака активизироваться не будет. У нас сейчас там есть, тоже проводятся операции по расширению плацдарма, по удержанию россиян на флангах в районе Новопрокоповки, в районе той же восточного направления, на Вербовое, но серьезных наступательных действий там сейчас нет и, наверное, в ближайшее время не будет. Левый берег Днепра, вот он радует, тут вопросов нет. Россиянам это самый дальний самая длинная логистическая цепочка. С Ростова до Крынок, наверное, километров 600, а если по Буиракам Донецким и потом Запорожским, где-то и под 700. Им поближе двигаться, допустим, туда со стороны Тамани, там 300-400 километров, но если гуровцы в конце концов не очередной видосик сняли, а реально подготовились к уничтожению Керченского моста, то этот поток полностью обнулится. Останется это 700-километровая кишка, по которому они будут поставлять на левый берег, вернее, будут пытаться поставить на левый берег вооружение, но не получится. Все эти 700 километров, как минимум 500 километров будут под ударами наших дальних средств поражения, потому у них сейчас там, я бы не сказал паника, вот сейчас есть в информационном потоке такое понятие типа паника в российских войсках, нет, паники там еще пока нет на данный момент, просто мы там еще сильно это и не развернулись, те тактические плацдармы, которые на левом берегу есть, они пока еще не переросли в оперативный плацдарм, который бы уже серьезно угрожал россиянам перерасти в стратегическое наступательное действие либо на Стадовск, либо на Армянск, то есть это, вот на это они отреагируют, а сейчас пока это еще не реакция, ни паника, ни реакция, никаких больших проблем нет, ни одной практически бригады или армии они не сняли с Восточного фронта, не перебросили до сих пор на левый берег, значит еще паники как-то того и нет, вот их надо довести до такого состояния, я так думаю доведем, у нас есть окно возможностей несколько недель, а то может быть и месяцев до серьезных морозов, которые скуют Днепр, пока еще по воде мы можем двигаться на левый берег, я думаю доведем до такого состояния, что россияне нам придется перебрасывать, снимать войска с Восточного фронта, перебрасывать на Херсонское направление. Уважаемые зрители, прежде чем мы перейдем к следующей теме, я коротко быстро расскажу, QR-код на экране, мы собираем с благотворительным фондом Олимпийские кола на дроны Мавики 3, поедут первый из них для 72-й бригады с вашей помощью, пожалуйста, в описании под этим видео есть ссылка на банку, от Монобанка на банку собираем мы эти деньги, донаты, в описании под видео есть ссылка, пожалуйста, любой донат приближает вашу победу, давайте делать это вместе. Роман Григорьевич, ну не могу не воспользоваться вашим профессиональным опытом и спросить ваше мнение, представитель командования воздушных сил Украины Игнат отмечает, что самолеты очень серьезно изменят ход войны, об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что министр обороны Эстонии считает, что самолеты не изменят ход войны. Вы как считаете? Ну там дальше Игнат говорил о том, что важно, какие еще самолеты будут нам переданы, чтобы они были современнее, чем то, чем владеет российская авиация. Как думаете, ну F-16 в принципе по своим характеристикам должен быть лучше то, что имеет российская авиация, или есть вариации и модификации могут как-то биться, что ли, и количественный фактор тоже давайте не забывать, что даже суперсовременный самолет, если бы нам передали в количестве одного или двух, вряд ли бы это действительно что-то поменялось. Количество однозначно влияет на выполнение боевых задач, но надо просто понимать контекст вопроса и ответа, и на какую аудиторию он, допустим, на данный момент распространялся. Ни у кого не вызывает сомнений, что министр обороны Эстонии уж точно за то, чтобы украинская армия победила, уничтожила россиян, разбила российскую армию и еще и развалила своими действиями Российскую империю. А он однозначно за нас, страны Балтии, все руководство стран Балтии, оно понимает все эти вопросы, проблемы, и, скорее всего, министр обороны Эстонии хотел подчеркнуть, что не обращая, но это же он обращался все-таки на свою аудиторию, на европейскую в том числе, то есть не надейтесь на то, что только самолеты решат проблему, или только самолеты будут на себе нести основную тяжесть, не забывайте за снаряды, за боеприпасы, за тоже ПВО, зенитно-ракетные комплексы, ну и так далее, и тому подобное, то есть такие высказывания, они несут на себе вот такой груз выполнения задач, то есть не надеяться только на самолет, а все остальное тоже производить и поставлять. Большое им за это спасибо, конечно, это видение, мы это понимаем. Ну а Игнат уже, естественно, он уже на таких прикладных моментах, связанных непосредственно с работой авиации, он и на пальцах это все рассказал, тем более, кому как не ему все-таки представитель воздушных сил Украины, пусть не летчик, но по крайней мере он разбирается, где еще как-то может использоваться авиация. Действительно, в количестве, это очень важное количество, то есть у нас должно быть для выполнения боевых задач в полном объеме реально около 120-150-160 самолетов, где-то так. То есть 3-4 40 самолетных бригады для выполнения по 3 эскадриль если трехэскадрильная бригада, если двухэскадрильная, то больше, естественно, бригад. Но общее количество самолетов для выполнения наших стратегических задач должно быть вот такое, около 120 до 160. А тех 60, которые нам дают, ну это половину выполнения задач. Кстати, как раз министр обороны Эстонии может об этом как раз тоже подразумевал, по крайней мере. Но если даете 60 самолетов, так извините, они не выполнят те статические задачи, которые вы хотите, чтобы они выполнили. Их просто мало. Потому первое это количество и второе это однозначно модификации самолетов. Но даже самые там первые стартовые модификации, они дадут возможность в общей системе ПВО, они дадут возможность самолетам выполнить большую часть задач, по крайней мере по завоеванию превосходства в воздухе и по работе по земле. А вот для этого уже третий вопрос, который нужен однозначно уже сейчас поднимать, номенклатура вооружений, которые нам будут передаваться. Потому что сам по себе самолет, ну это я как рочек могу любя говорить, такая железка с двигателем, с пушкой и летчиком почти всегда трезвым. То есть вот в таком режиме его уж можно только по шахедам использовать, то есть с пушкой гоняться за шахедами и все. Вариантов других просто нет. А вот дальше из него делает грозное оружие именно то вооружение и те модификации вооружения, которые нам передадут. а их около 120 модификаций вооружений, которые может нести F-16. До 120 модификаций. Причем под разные задачи, они разные. Это же многоцелевая платформа, это и истребитель, когда выполняет задачу воздушного боя, допустим, с авиацией противника. И это перехватчик, когда он уничтожает аэроцели. Это штурмовик, когда он работает по земле в качестве штурмовой авиации в основном с помощью ракет воздух-земля и бомбардировщик, когда сбрасывают управляемые и неуправляемые авиабомбы на головы противника. То есть его истребителем, перехватчиком, штурмовиком или бомбардировщиком делает то вооружение, которое нам передадут, вернее, которое нужно запрашивать. Эту номенклатуру уже надо сейчас создавать, понимать и понимая, есть определенный лаг по принятию решения по этому вооружению. Надо понимать, что у нас будет, что будет нести эта платформа. Потому что за воробьями спускай гоняться, ну, оно, конечно, хорошо, только КПД это вот даже никакого нет. Роман Григорьевич, буду вас благодарить. Спасибо большое, как всегда, информационно насыщенно и полезно для наших зрителей. Спасибо вам большое и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин